дорогие друзья я сейчас вам попытаюсь объяснить с помощью своей новой теории превращения как дышат дельфины и пепель находясь по 15-30 минут под водой что у них происходит при этом в легких они дышат точно так же как человек но закон приспособления или по научному закону адаптации работают для всех живых существ все приспосабливаются и адаптируются в тот предел который есть в пище за многие миллионы лет дельфины научились манипулировать таким образом свою диафрагму находясь под водой у них диафрагма движется а отверстия нос и рот закрыты и только тогда когда они появляются на поверхности они выкидывают отработанный воздух с большим количеством магнитического газа и набирают свежий воздух из атмосферы я вам буду сейчас показывать имитацию такое дыхание под водой при вздохе у меня будут щеки впалые здесь будут легкие прогрежения а когда я сразу поднимаю и давлю на легкие воздух у меня легкие сжимаются там сжатие и щеки надуваются таким образом я воздух не выдыхаю и не вдыхаю в течение всего этого упражнения сколько времени я смогу так манипулировать сейчас самое косметрике это вот манипуляция она имитирует полное дыхание йогу только при закрытом носе вот все вот и вот и и и только сейчас я буду отдохну метроном отстукивал ритм моего сердца ритм можно взять вот здесь на гландах здесь проходит взрослая серия следующую правую половину ноги к леве 8 ударов сердца на сердце вздох и 8 ударов сердца на сердце вздох якобы вздох на самом деле рост будет закрыт что происходит при этом блестке там потихоньку скобливается большое количество кислородов а содержание кислорода падает с 17 процентов до того уровня когда животное или человек может еще терпеть но оказывается вот что если вы будете каждый день увеличивать продолжительность вот такой манипуляции не минуты а скажем 80 секунд прямо до 10 дальше внутри этого объема начинал вырабатываться так называемый эндогенный кислород я это все проходил лет десять назад я доделся того что вот так я манипулировал в течение десяти минут но это сразу не дается это надо в минувшие годы тренироваться в том числе на пренажере трогало чтобы у вас очистились посуды чтобы были здоровенькими чтобы у вас было крепкое сердце и большая сила духа вот так по десять минут у меня получилось только два дня больше я не трогал потому что заменил вот эти манипуляции полным естественным дыханием йога чем громче мы поем при выдохе тем сильнее сжимается диафрагма и тем быстрее выходит из леса через нос и рот отработанный воздух и тем сильнее напор крови который гонит диафрагма через левое предсердие левое желудочное при выдохе если вы вдыхаете с сопротивлением через стон на эти зубы вот так то у вас лёг присоединяется большее разрежение чем при обычном взборке таким образом вы вытаскиваете углекислоту из капилляра в крови при такой затяжке так же как курильщики затяжку делают у них там хорошее разрежение и туда втягивается лёгок и дым и синяя кровь капилляра накапливается а потом когда курильщик выдыхает он с сопротивлением давит на лески и из них мощным потоком идет красная заряженная метроцитами кровь вот так происходит дыхание и курение я уже давно говорил что надо заменить курение просто обычной затяжкой подышав подышав так восемь раз вот закроется головка вам станет хорошо по тренировавшись несколько дней в брусике курить но с заменой вот таким дыханием пока вы не замените таким дыханием вы будете всю жизнь себя травить и уменьшать продолжительной жизни не менее чем на 15 лет дальше я покажу схематически как это происходит на примере альвеолы и кровеносного папилара в конце этого видео вы увидите ссылки на мои новые телесные обращения а также на песни Владимира Высовского желаю вам всем здоровья в вечной жизни сейчас я буду по восемь ударов сердца на вдох и восемь ударов сердца на псевдо-выдох первый вдох я восемь секунд буду шипеть а потом слушайте и смотрите на картинку когда будет разгрыжение а когда будет сжатие то и все и 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 Останавливаем метроном Останавливаю дыхание под водой А теперь я вам немножко объясню Нос и рот закрыты В легкие свежий воздух не попадает Вот эти стрелки при вдохе показывают, что в альвеоле разрежение при растягивании Поскольку диафрагма опускается, легкие получают разрежение Миллиметров 20 водяного столба ниже, чем атмосферное давление Здесь, в капилляре, за счет того, что здесь тоже разрежение Бенозная синяя кровь накапливается в капиллярах легких Капилляров большого количества Поэтому за восемь ударов серка Через правое предсердие и правое желудочек кровь наполняет капилляры на всех поверхностях альвеолы Затем, при сжатии, когда у вас щеки надуты Все равно и нос, и рот закрыты Эти стрелки показывают, что при выдохе, когда диафрагма поднимается, легкие сжаты И под этим давлением уже артериальная красная кровь Заряженный метроцитами уходит из капилляров Через левый предсердие, левый желудочек В аорту и далее ко всем органам То есть, во время плавания под водой Дельфин, кит, черепаха или человек Все равно качает все время кровь На выдохе это красная кровь Но в дождь синяя кровь накапливается в легких Снова идет сжатие И снова уже красная кровь уходит из легких Но вот в этой области потихоньку снижается содержание кислорода И увеличивает содержание углекислого газа И только очень тренированные люди смогут долго находиться под водой Но дельфины за счет того, что привыкание к среде То есть адаптация происходила миллионы лет Они научились это делать до 15 и 30 лет Это видео я сделал для того, чтобы объяснить людям Как можно, понимая процессы, происходящие в легких Сознательно, осознанно качать кровь Очистить свои сосуды кровеносные Для того, чтобы не получить зрелые горные инсульты или инфаркты Если вы громко поете То у вас хорошо качается красная кровь Если вы хорошо вдыхаете с сопротивлением У вас в легких накапливается генозная кровь Если вы будете без сопротивления это делать То у вас рот и нос открыты А тот, кто дышит с открытым рядом А это в основном дебилы ходят с открытым рядом Они умирают в 30 лет То есть кровь у них не качается, именцет слабых И любая болезнь приводит к уходу из жизни С вами был Николай Павлович Желаю вам разобраться в моем новом теле и предотвращении И применять ее на практике Подписывайтесь на мой канал Вы будете в курсе всех моих новых видео Доброго всем здоровья! Сегодня я хочу вам предложить Нажимать на колокольчик Который есть На экране вашего смартфона Или телевизора Чтобы Получать уведомления О моих новых видео Посвященных здоровью без врачей Вы сами С помощью простых упражнений Можете восстановить себе Здоровье Любого органа Николай Павлович Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok